Сложные и высокотехнологичные операции провели в Кокшитау казахстанские хирурги и пациентам с онкозаболеваниями. На мастер-классах они поделились опытом с местными специалистами и продемонстрировали современные методы лечения. Подробности у нашего корреспондента в регионе Аслана Абуталипова. Именитые казахстанские врачи прибыли в Кокшитау, чтобы поделиться секретами успешного лечения пациентов с онкологией. А в рамках медицинского мастер-класса онко-уролог высшей категории Хусан Омурзаков провел сложнейшую операцию, причем по специальной методике. Пациенту хотим сохранить почку с большим образованием левой почки и это все провести малоинвазивным методом. Часто эти операции проводили открытым способом. Плюс малоинвазивных операций это лапароскопические, в том, что это быстрое восстановление, косметический эффект. Больной уже в тот же день на следующий день встает, ходит, питается, как будто операции не было. Подобный мастер-класс проходит в Кокшитау не в первый раз. Например, в мае ведущие хирурги страны вместе с акмолинскими врачами провели высокотехнологичную операцию горожанину Хайжану Тажбаеву. Пациент остался доволен не только качеством лечения, но и тем, что ему не пришлось никуда выезжать из родного города ради операции на таком профессиональном уровне. Сейчас вроде все нормализовалось. 16 мая мне сделали операцию врачи из Астаны вместе с местными специалистами. Все прошло хорошо. Сейчас продолжаю курс восстановительного лечения. Наблюдаюсь у наших врачей. Особое внимание в области уделяет скринингу и выявлению рака на ранней стадии. Ведь именно на этом этапе у пациентов больше всего шансов победить опасную болезнь. Для Макишева важно обучить врачей диагностировать злокачественную опухоль на первичном этапе. Все пациенты в первую очередь обращаются к поликлинику. И чтобы они в свое время поставили диагноз и направили онкологию с диспансерой, для этого пациентов приходится повышать их уровень подготовки для диагностики онкологических заболеваний. Поэтому сегодня опять у нас в плане собрать врачей-терапевтов, онкологов с поликлиники и им объяснять диагностику первичного проявления заболеваний. Только с начала года в регионе выявили свыше 1200 случаев онкозаболеваний. Большинство из них диагностировали болезнь на ранней стадии. Как заверяют врачи, для лечения предусмотрены все условия. В каждой поликлинике существует принцип зеленого коридора. При подозрении на онкологию пациент в кратчайшие сроки проходит необходимые обследования и начинает получать лечение. У нас сейчас создан ситуационный центр, который отслеживает маршрут каждого пациента. То есть на всех стадиях с момента обращения его в смотровой кабинет. Если в смотровом кабинете на уровне ПМЦП выявляется какая-то онкологическая патология, он поступает. Мы отслеживаем в течение какого времени он поступает на прием к врачу участковому, какие виды обследования проводит, когда он доходит до своего городского или районного онколога и когда уже приходит к нам. Вместе с тем при медицинских организациях действует 7 мобильных бригад для оказания услуг онкобольным на дому. В целом в регионе зарегистрированы свыше 10 тысяч онкобольных. Аслан Абуталипов, Евгений Шинкаренко, Кокшатал, 24КЗ.